Мне бы хотелось бы привлечь внимание всего мира. За что воюет Армения? Порой пытаются представить эту войну как антихристианскую, но это чушь. Мы, христиане, живущие в Азербайджане, свободно исповедуем свою религию. За что воюет Армения? За Нагорный Карабах, за республику такую? Нет такой республики. На карте мира нет такой страны. И само армянское правительство и государство не признает эту республику. Мы 30 лет ждали, молчали, терпели, пытались мирным путем решить прийти к чему-то. Но если люди не понимают, то что делать? Приходится уже силой. И опять-таки я повторяю, то, что происходит сейчас в Азербайджане, это не дело Армении и Азербайджана. Это дело только Азербайджана. Мы возвращаем свои территории. Мы не входим в Армению. Мы не угрожаем армянскому народу. Мы хотим вернуть свои земли. Мы просто хотим, чтобы наши старики, которые там жили, наши дети, они вернулись на свою историческую родину, в свои дома. Нам не нужна эта война. Но другого способа, увы, к сожалению, на данный момент, с 90-х годов, как пошел конфликт с Арменией, ни один армянский храм в Азербайджане не уничтожен. Они отремонтированы, они стоят чистенькие. Более того, их даже восстановили те, которые разрушались. А что происходит с мечетями? Что происходит с православными храмами в Карабахе? Их просто либо переделывают, если это храм на армянский, или сносят его. А если эта мечеть ее оскверняет, держит там свиней, коров, непонятно что. Причем древние мечети, которым уже по 10 веков, по 11 веков. Как же так? Если мы против христиан, азербайджан против христиан, почему же армянские храмы до сих пор и в Баку, и в Генже стоят, и в других городах нетронутыми? А так как же армяне-христиане разрушают наши же православные христианские храмы? В конце концов, Азербайджан, когда возьмет свои земли, он восстановит все это. Мы уже знаем этому. Был пример этому, когда мы освободили село. Сейчас оно отстроено, там 150 домов восстановлено. Там все полностью, да, все полностью за счет государства восстановлено. Там живут люди. Так будет и с Шушоей, если что-то будет разрушено. Я уверен, наше государство эти объекты не даст порушить. Даже если они армянского... Знаете, воины воюют с воинами. На мирных жителей могут нападать либо террористы, либо совсем безумцы. Я считаю, что то, что совершается сейчас со стороны Армении, это явно и геноцид, и в то же время это настоящий террористический акт. Война идет не против мирных жителей с нашей стороны. Война идет за наши земли. И мы воюем, чтобы освободить именно свою землю. Тысячи раз Азербайджанская Миноборона и президент предупреждал мирных жителей, живущих на территории оккупированных, о том, чтобы они удалялись от военных облектов, чтобы они покидали места, где могут совершаться бомбардировки. Мы предупреждаем, а армяне бьют по мирным жителям. Расценить это просто... Цивилизованные нации так себя не ведут. Нормальные люди, нормальные цивилизованные государства так не поступают. Мы полностью осуждаем, церковь осуждает насилие над мирными жителями. Кровь мирных жителей не должна литься. Убивать беззащитных детей и стариков – это подонки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова